Игровые ноутбуки. Когда мы слышим это сочетание слов, мы сразу представляем себе крупную геймерскую игровую машину, которая стоит минимум 70 тысяч рублей. Ну а в лучшем случае, если у тебя там 2080 Ti, то и все 200 или даже 300 тысяч с двумя блоками питания. Но естественно, не каждый может позволить себе такую машинку, поэтому мы решили окунуться в дебри бы у рынка и найти лучший вариант игрового ноутбука за 10 тысяч рублей. Что у нас получилось, сейчас расскажу. Отправляемся на виртуальный рынок и видим следующую ситуацию. Если мы хотим хорошую игровую сборку вроде i7 и 1060 в формате ноутбука, нам придется вывалить примерно 55 тысяч рублей. Что естественно очень дорого для нас. 450 за 3000 рублей у нас начинаются ноутбуки на разбор с абсолютно непонятным железом и игрового в этих ноутбуках нет ровным счетом ничего. Идем дальше и среди старого хлама непонятных объявлений от непонятных контор, дающих гарантию и всего такого. Кстати, без описания в названии с названием просто ноутбук, ноутбук для работы, игровой ноутбук. Как на этом рынке ориентироваться вообще непонятно. Да и в описании подробностей тоже мало. Не все пишут даже модель видеокарты. Окей, приближаемся к 10 тысячам. И вот нам начинают попадаться ноутбуки на Core i3 или даже Core i5, если повезет, с видеокартами вроде GT 6 или 7 серии. Что в принципе неплохо, они должны тянуть все более-менее адекватно и стоят они примерно 10 тысяч рублей. Здесь в этом плане все вроде как нормально. Но конкретно игровых моделей я здесь найти не могу. Это просто обычные лэптопы с мощной видеокартой. Но в принципе под описание игрового ноутбука подойдет любой, который мощненький по видеокарте и тянет хорошо игрушки. Нам в принципе так и надо. При этом у всех вариантов от 4 до 8 гигабайт оперативной памяти. Поэтому тут на много рассчитывать не стоит. SSD есть в каждом четвертом. Поэтому из всего этого многообразия рынка выбрать что-то стоящее было действительно трудно. И вот спустя несколько дней поиска, просмотра тонны объявлений, куча звонков, я наконец-то нашел лучший вариант по соотношению цена-качество за 10 тысяч рублей. Я его купил и он уже здесь. Встречайте, HP Pavilion 15 дюймов. Давайте посмотрим на него поближе. На первый взгляд даже не скажешь, что он игровой. Да и на второй в принципе тоже, потому что дизайн у него классический офисный. Начнем с внешнего вида. У нас серебристый цвет, стильная ребристая панелечка. Конечно немножко потрепанный временем, все-таки он где-то 15 года. Крышка открывается не как у макбука явно. Да и внутри он в принципе выглядит аккуратно. Разъем для зарядки. И кроме зарядки, кстати, в комплекте мы ничего не получили. Ни коробки, ни чеков. Но это в принципе и понятно за такие деньги. Разъем Ethernet, HDMI, два шустреньких USB, слот SD, что приятно. На правой стороне разъем Jack 3,5 мм, еще один USB. И да, мы тоже думали, что это CD-ROM. Но как оказалось, я сейчас вытаскивать конечно не буду. Это специальный трейв, который установили SSD, чтобы каким-то образом его ускорить. Поэтому да, у нас есть SSD аж на целых 256 гигов. В принципе дизайн неплохой. Выглядит он относительно неплохо, на свои года по крайней мере. Крышка, правда, вот не вызывает мне никакого доверия и ходит прям прилично. Но самое интересное, что нам все-таки удалось найти по железу. И здесь я вам скажу, все очень и очень неплохо относительно конкурентов за 10 тысяч. Здесь процессор Intel Core i5-420U, то бишь 4-го поколения. Два ядра, четыре потока. Базовая частота 1,7 с разгоном до 2,7 ГГц. Этому процессору уже почти 6 лет. Он вышел в конце 2014 года. У него есть встроенная Intel HD4 400, которой будет явно не хватать на то, чтобы поиграть. Но до этого у нас есть дискретная. И мне очень повезло. Это NVIDIA GeForce 840M. Восьмое поколение. И это вполне себе неплохой чипсет, я вам скажу. По бенчмаркам он, конечно, заметно уступает современной 1060. Чуть ли не в два раза ее превосходя, в некоторых случаях и в пять. Что касается оперативки, у нас всего 4 гига. Этого, конечно, мало. Некоторые игры сейчас весят по 90. Как мы будем играть с четырьмя, я не знаю. Но настало время проверить его в деле. Давайте запустим что-нибудь современное и узнаем, справится ли он хоть с чем-нибудь. Итак, первое, что бросается в глаза, это экран. С ним явно что-то делали. Скорее всего, его просто меняли. Потому что это явно не оригинал. И качество у него оставляет желать лучшего. Здесь все ушло в фиолетовое. Здесь в синее. 4K60, к сожалению, ноут не тянет. Но это было бы слишком для него. Систему я обновил. Здесь последняя Windows 10 на SSD. Поэтому все, в принципе, работает довольно шустро. Естественно, не high-end, но система довольно отзывчивая. Работает адекватно. Легкие подфризывания иногда, конечно же, всплывают. Но все же, этому процессору почти 6 лет. Я неспроста подключил Bluetooth-мышку, потому что Touchpad здесь, ну, не самый лучший явно. Есть некая задержка и небольшая инерция после того, как ты отпускаешь палец. Но в целом пользоваться им можно. Что ж, давайте перейдем к играм. И первая на очереди Resident Evil 2. DirectX 11, Full HD, минимальные настройки графики. И здесь у нас достаточно грустные 17-20 кадров в секунду. Я пробовал некоторые настройки повышать, но это ни к чему особому не привело. Фреймрейт находится на том же уровне. Частота процессора проседает до 1,3-1,5 ГГц. Серьезный показатель с охлаждением здесь явные проблемы. Call of Duty Warzone в Full HD в оригинальном разрешении на минималках тоже явно не тот опыт, который вы хотели бы иметь в подобного плана онлайн-шутере. 14, 9, 3, 20 фпс. Это явно не то. Попробуем поставить топовые 800 на 600. То есть, если мы стоим на месте, 20 фпс, что здесь, что в Full HD. Как только мы начинаем двигаться и начинается прогрузка элементов, все падает вниз. А сейчас она и вовсе повисла. А вот это уже интересно. GTA 5, DirectX 10, Full HD, минимальные настройки графики. И что бы вы думали? Она тянет в Full HD в 30 кадров в секунду. Иногда счетчик поднимается даже выше. Правда, мои драйверские способности от этого лучше не становятся. Но в целом, GTA 5 полностью пройти на этом ноутбуке можно даже с комфортом. По идее, можно даже играть в онлайн. Ниже 30 фпс скатывается редко и держится четко на уровне 30. Ставим 720p, если нам не так критичны лесенки. И получаем 40-50. Что уже заметно лучше. Кстати, я случайно приехал в Гантон. CS GO в Full HD на минимальных настройках выдают все те же 40-50 кадров в секунду. Да и на минималках игра выглядит не так страшно, как могло бы быть. Так что вешать фраги вам будет комфортно. Если вам по нраву онлайн игры с казуальной графикой вроде Overwatch или Paladin, то с ними проблем вообще не возникнет. В Full HD максимальные настройки 60 кадров в секунду. Правда, мне не хватает яркости с этой китайской матрицей, но при желании можно подключить ноутбук к монитору и наслаждаться. Если вы фанат Доты, то 60 кадров в секунду на минималках Full HD, но она правда скукоживает разрешение. Если хотите больше, можно и чуть больше. Запас есть. Та же самая Rocket League в Full HD в 100% скейле на средне-минимальных настройках выдает 55-60 кадров в секунду. Некоторые значения можно даже повысить, они не особо сказываются на производительности, поэтому картинку можно сделать приятную глазу. Ну, что я могу сказать? Конечно, это не супер-хай-нпс, и он не тянет все в 100 фпс, что было в принципе ожидаемо. Все-таки он стоит 10 тысяч рублей, а не 100. Но, опять же, за эти деньги, среди тех конкурентов, которые есть на рынке БУ-машин, естественно, этот результат вполне себе неплох. И, опять же, 10 тысяч рублей. Что ты хочешь? Блин, как бы он... В GTA 5 играй, да, и все, и что тебе еще нужно? Я считаю, больше ничего. Он тяжелый, увесистый, у него странно ведет себя крышка. Ну, это в целом бюджетный вариант. Да, у него непонятная китайская замененная матрица. Нет подсветки клавиатуры, хотя, кстати, неплохие динамики. Средненький тачпад, он весь из себя уже, видно, потрепанный жизнью. Но, опять же, у него хотя бы клавиши все на месте, в отличие от того, что я видел на рынке. Он включается, у него есть замененный SSD, у него реально мощная видеокарта за те деньги. Неплохой процессор, не Core i3 все-таки, а Core i5, что заметно приличнее по тем временам. Но, опять же, он вышел в 2015 году, и для 5 лет, которые он смог прожить, он обновился с 8 до 10 винды, пережил несколько ее обновлений, проапгрейдился в плане SSD и мощности. У него достаточное количество неплохих портов, ему можно подключить к внешнему дисплею, у него до сих пор жив аккумулятор, а даже если он не жив, его можно дешево поменять, опять же. И если просто закрыть глаза на дисплей и на количество оперативной памяти, им вполне можно пользоваться как офисной машинкой, иногда поигрывая в классику. Ну, или страдать. В новинках. Ну, хотя бы играть. На этом все. Если видео оказалось для вас полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, чтобы новые видео не пропустить, не забудьте нажать на колокольчик. А с вами был Илья Слейд, всем удачи, хорошего дня и настроения. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok